Всем привет! Меня зовут Аня и в этом видео я покажу, как шить блузку из хлопка по выкройке Алины по тыквой блузка-перехлёст. Блузка на запах, вырез горловины V-образный. Рукав длинный, вточной, по окату и низу рукава пышная сборка. Низ рукава обработан манжетой, застегивающейся на петли и пуговицы, по низу изделия завязки. В выкройке есть подробные таблицы с размерами, расходом ткани, а также табель мер. Выкройки даны с припусками на швы. Ссылка на выкройку в описании под видео. Сначала распечатайте лист, где находится проверочный квадрат. Измерьте его. Если все хорошо, распечатайте остальные листы и склейте выкройку. Для блузки необходимо раскроить. Две детали центральной части полочки в зеркальном отражении, соблюдайте долевую нить и перенесите все метки. Две детали бачка полочки в зеркальном отражении, метки перенесите. Одну деталь спинки со сгибом, метки перенесите, сделайте разметку выточек на изнаночной стороне. Две детали рукава в зеркальном отражении, метки перенесите, наметьте линию разреза. Две детали завязок со сгибом, метки перенесите, соблюдайте долевую нить. Две детали окантовки разреза рукава, долевая нить проходит по косой. Грубым кроем, оставляя по 10-15 мм с каждой стороны, краим следующие детали. Две детали манжеты рукава, две детали обтачки горловины и низа полочки в зеркальном отражении. Одну деталь обтачки горловины спинки, одну деталь обтачки низа спинки со сгибом. Также для пошива нам понадобятся иглы универсальные номер 70, нитки в тон ткани, дублерин, 4 пуговицы диаметром 10-15 мм. Лузку я буду шить из хлопка, также для пошива можно использовать лен или другой материал с похожими свойствами. Перед раскроем ткань необходимо продекотировать, постирать при температуре не выше 40 градусов и проутюжить с паром. Трой из хлопка я выкроила. Две детали центральной части полочки в зеркальном отражении метки перенесла. Две детали бачка полочки в зеркальном отражении метки перенесла. Одну деталь спинки со сгибом перенесла метки, сделала разметку выточек на изнаночной стороне. Две детали рукава в зеркальном отражении метки перенесла, наметила линию разреза. Две детали окантовки разреза рукава выкроила по косой. Две детали завязок со сгибом метки перенесла. Грубым кроем, оставляя по 10 мм с каждой стороны, выкроила две детали манжеты, проклеила дублерином, точно по выкройке обвела детали, перенесла метки и вырезала. Грубым кроем выкроила детали обтачки спинки, проклеила дублерином, точно по выкройке обвела, перенесла метки и вырезала. Грубым кроем выкроила одну деталь обтачки низа спинки со сгибом, проклеила дублерином, точно по выкройке обвела деталь, перенесла метки и вырезала. Грубым кроем выкроила две детали обтачки горловины и низа полочки в зеркальном отражении, проклеила дублерином, точно по выкройке обвела детали, перенесла метки и вырезала. Приступаем к пошиву. Деталь центральной части полочки складываем лицом к лицу с деталью бачка полочки, совмещаем по меткам и скалываем булавками. Стачиваем детали на швейной машине на ширину припуска. Следим, чтобы не образовывались складки. При пуске шва рельефа обметываем на оверлоке, приутюживаем и заутюживаем к центру. Аналогично обрабатываем вторую полочку. На детали спинки точно совмещаем стороны выточек, скалываем булавками или сметываем. Обязательно намечаем вершину выточки. Стачиваем выточки на швейной машине, сводя на нет к вершине выточки. Выточку приутюживаем и заутюживаем к центру спинки. Аналогично обрабатываем вторую выточку. Складываем детали спинки и полочки лицом к лицу, совмещаем по плечевым срезам, скалываем булавками. Стачиваем детали на швейной машине на ширину припуска. Припуски плечевых срезов обметываем вместе на оверлоке, приутюживаем и заутюживаем на сторону полочки. Кладываем детали спинки и полочки лицом к лицу вдоль боковых срезов, совмещаем по меткам и скалываем булавками. Тачиваем детали на швейной машине на ширину припуска. Припуски боковых срезов спинки и полочки обметываем вместе на оверлоке, приутюживаем и заутюживаем на сторону полочки. Деталь завязки складываем лицом внутрь вдоль длинных срезов, совмещаем по меткам и скалываем булавками. Стачиваем деталь на швейной машине на ширину припуска. Один конец завязки по короткой стороне стачиваем, второй остается открытым. Припуски на уголках срезаем, не доходя до строчки 1 мм. Деталь завязки выворачиваем на лицевую сторону с помощью специального приспособления. У меня его не было, поэтому я использовала палочку для суши. Выправляем уголок и приутюживаем завязку. Аналогично обрабатываем вторую завязку. Деталь завязки укладываем открытым срезом на лицевую сторону полочки по разметке. Скалываем булавкой и притачиваем на швейной машине на расстоянии 7 мм от края. Аналогично притачиваем вторую завязку. Обметываем на оверлоке короткие срезы деталей обтачек горловины и низа полочки, деталь обтачки низа спинки, деталь обтачки горловины спинки. Обработанные припуски обтачек приутюживаем. Деталь обтачки низа и горловины полочки складываем лицом к лицу с деталью обтачки горловины спинки. Уравниваем по коротким срезам, скалываем булавками и стачиваем на швейной машине на ширину припуска. Детали обтачки низа и горловины полочки складываем лицом к лицу с деталью обтачки низа спинки. Уравниваем по коротким срезам, скалываем булавками и стачиваем на швейной машине на ширину припуска. Припуски на обтачках разутюживаем. На верлоке обметываем срезы обтачек, которые останутся открытыми. Обработанные срезы приутюживаем. Складываем обтачку с блузкой лицом к лицу. Совмещаем по меткам и скалываем булавками. Субтитры создавал DimaTorzok Притачиваем обтачку на швейной машине на ширину припуска по кругу. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Уголки припусков в районе завязок срезаем. Делаем надсечки по всему периметру на расстоянии 15-25 мм, не доходя по 1 мм до строчки. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Припуски заутюживаем на обтачке и застрачиваем на расстоянии 1 мм от строчки притачивания обтачки. Строчку прокладываем в два приема, начиная и заканчивая как можно ближе к завязкам. Субтитры создавал DimaTorzok Обтачку приутюживаем, образуя перекант на изнаночную сторону блузки. Птачку фиксируем ручными стежками в районе плечевых, боковых швов, рельефов и выточек. Припуски длинных сторон манжеты заутюживаем на изнаночную сторону на 10 мм. Деталь манжеты складываем пополам, вдоль длинной стороны и приутюживаем. Разрезаем рукав по линии разметки. На обтачке разреза рукава намечаем середину и прикладываем деталь обтачки лицом к лицу с деталей рукава по линии разреза. Середину обтачки совмещаем с вершиной разреза. Детали скалываем булавками. Вершина должна отступать от края обтачки на 4 мм. Приметываем деталь обтачки и притачиваем на швейной машине на расстоянии 5 мм от среза обтачки. В районе вершины разреза строчка должна попасть на 1 мм от вершины. Чтобы это отследить, а также предотвратить образование складок, строчку прокладываем со стороны рукава. Приметаем наметку. Припуски заутюживаем на обтачку. Обтачку подворачиваем 2 раза, огибая припуск. Скалываем булавками и приметываем. Следим, чтобы с изнаночной стороны обтачка перекрывала строчку притачивания на 1 мм. Вкладываем строчку на швейной машине. С лицевой стороны на расстоянии 1 мм от края. С изнаночной стороны строчка должна пройти на 2 мм от края. Контролируем, ровно ли пришита обтачка с изнанки и приутюживаем. Обработанный разрез складываем лицом к лицу пополам и стачиваем вершину разреза наискосок, как выточку, сводя на нет к вершине. Сторону обтачки, которая находится дальше от бокового шва, подворачиваем внутрь и приутюживаем. Затем полностью приутюживаем обработанный разрез. Рукав складываем лицом внутрь вдоль боковых срезов. Совмещаем по меткам и скалываем булавками. Тачиваем на швейной машине на расстоянии припуска. Припуски обметываем вместе на оверлоке, приутюживаем и заутюживаем к переду. По окату рукава между метками прокладываем параллельные строчки на расстоянии 6 и 4 мм от края. Используем максимальную длину стежка, у меня это 5 мм. Закрепки не ставим, оставляем свободные концы нитей. Таким же образом прокладываем две параллельные строчки по низу рукава от обтачки до обтачки разреза. Потянув за нити параллельных строчек, стягиваем срез по низу рукава до длины, указанной на выкройке. Сборку равномерно распределяем. По короткой стороне манжеты размечаем припуски. Кладываем деталь манжеты и деталь рукава лицом к лицу между метками. Скалываем булавками или приметываем. Притачиваем на швейной машине на расстоянии припуска. Припуски заутюживаем на сторону манжеты. Перегибаем манжету пополам лицевой стороной внутрь. Уравниваем боковые срезы манжеты и скалываем булавками. Стачиваем боковые срезы на швейной машине на расстоянии припуска. Уголки припусков срезаем, манжету выворачиваем на лицевую сторону и приутюживаем. Бодный край манжеты приметываем таким образом, чтобы он перекрывал шов притачивания на 1 мм. Садим. С лицевой стороны отстрачиваем манжету на расстоянии 1 мм от шва притачивания. С изнаночной стороны строчка должна проходить в 2 мм от шва притачивания. Контролируем, что строчка прошла ровно и приутюживаем манжету. Аналогично обрабатываем второй рукав. Вкладываем рукав в пройму лицом к лицу. Совмещаем по меткам, а также боковые швы и скалываем булавками. По окату рукава излишки ткани стягиваем до размера проймы. Тягиваем, потянув за концы нитей параллельных строчек. Сборку равномерно распределяем, рукав вметываем в пройму. Втачиваем рукав прямой строчкой на расстоянии припуска. Строчку прокладываем от метки до метки со стороны рукава по кругу. В районе подмышечной впадины должна получиться двойная строчка. Контролируем, чтобы складки распределились равномерно. Припуски обметываем на оверлоке, приутюживаем и утюжим на ребро. Аналогично втачиваем второй рукав. С выкройки переносим в местоположение петель и пуговиц. Выметываем петли и пришиваем пуговицы. Убираем наметку и еще раз утежим блузку. Блузка готова! Обязательно делитесь своими результатами в социальных сетях под хэштегом Потыкова перехлест. Спасибо за просмотр и приятного вам пошива!